Буквально только вчера компания Nikon официально представила свою новую зеркальную полнокадровую камеру Nikon D780. Предлагаю взглянуть на основные характеристики камеры и вместе разобраться, стоит ли вам начинать откладывать денежку на нее или все же эта камера пока не для вас. По основным пунктам я буду высказывать свое мнение, а вы, если будете с ним согласны или с чем-то будете крайне не согласны, то пишите обязательно свои мысли в комментариях, будем обсуждать. Итак, Nikon D780. Это цифровая зеркальная фотокамера с байонетом Nikon F и полнокадровая CMOS матрицей размером 35,9 мм на 23,9 мм, аж с целыми 24,5 миллионами пикселей. А это означает, что мы получаем почти то же число пикселей, что было и в D750. А также мы имеем ту же матрицу, что и на Nikon Z6. Хотя компания Nikon об этом прямо и не заявляет. Но я так думаю и буду так говорить далее. А вы помните, что это все неофициально. Но тут появляется и первый минус, который для меня, как для уже обладателя беззеркалки Nikon Z6, является достаточно серьезным. Это старый байонет F. Да, всем, конечно же, понятно, что это зеркалка и на ней не будет Z-байонета. И, скорее всего, 90% пользователей камер Nikon это вообще не волнует. Но когда ты попробовал новые объективы Z-серии, тебе перестает хотеться пользоваться старыми объективами, какими бы прекрасными они не были. Ведь объективы под Z-mount и резче, и быстрее, и легче, и удобнее. Ну а за минусом идет, конечно же, жирный плюс. И респект Nikon, потому что используют тот же сенсор, что и на Z6. Я знаю эту матрицу, я и доволен. Как на видео, так и на фото. Как днем, так и ночью. И, по моему мнению, она по числительности уступает только Nikon D5. Ну и по количеству пикселей. Это идеальный вариант для всех. Массовый фотограф выберет именно что-то от 20 до 30 мегапикселей. Больше на свадьбах, садиках, каталожных и новогодних съемках не надо. Тот, кому нужно больше, купит 850-ку. И закопается в свои 45 мегапикселей по самые помидоры. В максимальном качестве камера выдает изображение размером 6048 пикселей на 4024 пикселя. И что я очень часто слышу от интересующихся камерами фотографов, а сколько реально весит файл. Исходя из размеров файлов на моей камере с тем же сенсором и процессором, я думаю, что на Nikon D780 мы получим примерно от 25 до 35 мегабайт за одну рапку. В 14 битах в максимальном размере с сжатием без потерь. Но это у меня такие настройки на Z6 при фотосъемке. Носители данных. Спокойно выдыхайте, тут все прекрасно. Камера получила два слота для карт памяти SD с поддержкой интерфейса UHS-2. Как пишут сами Nikon на сайте, карту в гнезде 2 можно использовать в случае переполнения для резервного копирования, а также для раздельного хранения изображений в форматах NEF, RAV и JPEG. Кроме того, поддерживается копирование снимков с одной карты на другую. В общем, все прекрасно. Так бы на всех камерах. Это я вам как владелец однослотового Z6 заявляю. Хорошо ли, что камера использует SD-карты, а не CF-экспресс-карты? Думаю, что для этого ценового диапазона, размера файлов и доступности CF-экспресс и XQD-карт на нашем рынке – это прекрасно. Так держать Nikon. Видоискатель. Зеркальный прямой с пентопризмой с покрытием кадра приблизительно 100% по горизонтали и 100% по вертикали. Выдержка от 1,8 до 30 секунд. А также внимание любителям пейзажей и прочих съемок с длинной выдержкой. Возможность увеличения выдержки аж до 900 секунд в режиме M. И это не считая режима BALT. То, что я видел на видосах от тех, кто уже успел получить камеру на тест, камера также отображает обратный отсчет выдержки. И вы сможете сразу видеть, сколько вам осталось ждать. Но вот у меня возник вопрос. А если ты ошибся и случайно нажал на спуск, Как отменить 15-минутный кадр? Есть ли кнопка отмены? Или все 900 секунд придется сидеть и ждать? Скорость съемки. Стандартно до 7 кадров в секунду, но также можно достичь и 12 кадров в секунду, если выбирать глубину цвета 12 бит. Чувствительность ISO. Тут так же, как и в моем Z6. От 100 до 51 200. С шагом 1 третья или 1 вторая. Также присутствует расширение от эквивалента 50 единиц ISO до 204 800 единиц. В D780 предусмотрена быстрая специальная система гибридной автофокусировки для съемки в режиме Live View, а также быстрая и надежная система автофокуса с определением фазы для съемки с видоискателем. В режиме Live View система автофокусировки обеспечивает охват с 273 точками автофокусировки и автофокусировкой с распознаванием глаз с покрытием приблизительно 90% кадра по горизонтали и по вертикали. При съемке с видоискателем вы можете использовать 51-точечную систему автофокусировки, включая 15 датчиков перекрестного типа. Видеосъемка. Максимально 4К 30 кадров в секунду. Также доступны режимы 25 и 24 кадра в секунду. Full HD от 24 до 120 кадров в секунду. И опять в принципе имеем то же самое, что и в Nikon Z6. Ничего кардинально нового. А про то, что пора бы уже 4К 60 кадров в секунду внедрять и Full HD 240, мне уже как-то неудобно повторять. Тем более Nikon, так как у них нет отдельного видеоподразделения и маркетингу бояться нечего. Фотокамера поддерживает широкий динамический диапазон в 12 ступеней для более эффективного последующего редактирования и коррекции цветов. Запись в N-Lock с глубиной цвета 10 бит позволяет сохранить в 4 раза больше информации, чем при стандартной записи с глубиной 8 бит. Но вы понимаете, что запись в N-Lock доступна только на внешний рекордер по HDMI. И тут я думал, что все, точно ничего нового, но я ошибся. В Nikon добавили Hybrid Lock Gamma, то есть D780 позволяет вам записывать видео на внешние рекордеры с использованием HLG HDR. У меня на Z6 такого меню нет. Ну и еще один маленький минусик. Прорез RAVA, видимо, тоже не будет. По крайней мере, про него ни слова. Так что пока эта прерогатива только Z6 и Z7. Разъемы для микрофона и наушников присутствуют. И как бы все хорошо не звучало, но есть одно но. Что сводит все функции видео на нет, как для меня. А это отсутствие встроенной стабилизации. Но это минус как для меня. Раньше, год назад я бы сказал, тю, да вы слабак, парень. Но поработав с Z6, я понимаю, что стаб нужен. С ним легче, с ним удобнее, с ним практичнее. Монитор отклоняемый сенсорный, с диагональю примерно 8 сантиметров. Разрешение 2,4 миллиона точек. И углом обзора примерно 170 градусов. И практически стопроцентным покрытием кадров. Мониторы у Nikon, конечно же, хорошие, хоть и привирают немного по цвету. Но вот у меня вопрос. Ну почему нельзя сделать нормальный откидной во всех направлениях дисплей? Но почему это вечное безразличие к тем, кто снимает видео? Откидной дисплей – это удобно для тех, кто снимает видео. Из стандартных вещей, про которые стоит упомянуть. Имеем на борту USB Type-C разъем, встроенный Wi-Fi и Bluetooth, батарею EN-EL 15B. И тут респект Nikon, что не меняют тип батареи. И, кстати, они очень неплохо держат. И мы можем не переживать за смену типа аккумуляторов. По конструкции. Во-первых, встроенной вспышки больше нет. Как по мне, да и черт с ней. Все равно ей никто не пользуется. И она, в принципе-то, никому не нужна. Ну, это я так считаю. А если для вас это персональная трагедия, то напишите об этом в комментарии. Мы вам все посочувствуем. Дальше. Что важно для меня? Нет контактов для вертикальной ручки. Почему? Вопрос. Почему? То есть вертикальную ручку мы не получим. И точка. Ну, у меня два варианта мыслей на этот счет. Первый. Возможно, Nikon посмотрели статистику продаж и поняли, что они продают их очень-очень мало. И нет смысла вообще на этот счет заморачиваться. Или это какой-то бред маркетологов. Но почему тогда и Sony, и Canon выпускают вертикальные рукоятки к своим камерам без проблем и задержек? Мне непонятно. И вот тут очень серьезно. Пожалуйста, напишите в комментариях свои мысли по поводу вертикальных рукояток и батарейных блоков. Действительно ли они нужны? Или это тот аксессуар, который особо никто не покупает? Размеры. Ну, тут стоит, наверное, не рассказывать, сколько он в миллиметрах занимает место в рюкзаке, а сравнить с уже имеющимися камерами. Итак, Nikon D780 больше, чем Nikon D750. И меньше, чем D850. Вес 755 грамм. Для тех, у кого была 750-ка, будут довольны. Так как ваша камера весила 750 грамм. Ну и для сравнения, 850-ка весит 915 грамм. А Z6 585 грамм. И вот мы подошли к самому интересному. К цене. В США она составит 2299 долларов 95 центов. На старте продаж. Как думаете, за сколько она доедет к нам? Думаю, нас ждет цена примерно от 2,5 до 2700 долларов США. Ну, а ваши прогнозы мы ждем внизу в комментариях. Давайте закомментируем этот ролик как следует. Так сказать, почувствуй себя нострадамосом. Предскажи розничную цену Nikon D780 с официальной гарантией. Выводы. Итак, стоит ли ждать D780 или купить Z6? Или зачем переплачивать, когда есть прекрасная D750? Или, а может добавить чуть-чуть и купить 850-ку? Она же круче. Тут решать только вам. Но я же должен сказать мнение. Канал же мой. Во-первых, у меня есть и 850-ка, и Z6. И я немного в них понимаю. Картина выглядит примерно так. Цена на Z6 сейчас стартует в Украине примерно от 1750 долларов или 1800 долларов до 1950 за камеры с официальной гарантией. А D780 будет стоить в Америке 2300 долларов на старте. То есть официально минимум добавят еще долларов 200, а может и 300. Итого в самом лучшем случае мы получим цену примерно 2500 долларов США. С другой стороны, сейчас есть предложение 750-ок по примерно цене 1100 долларов США за тушку. Тогда как 750-ки с официальной гарантией стоят примерно 1500 долларов. А Nikon D850 можно взять за 2500 долларов или за 3000 долларов с официальной гарантией. Так вот, нужен ли мне 780-й? Я думаю, нет. Я по уши в беззеркальной системе и жду новую Pro-Z камеру. Если бы я был диким фанатом зеркалок, то я бы прикупил вторую 850-ку. Эта камера на века. Она лучшая и эта точка. Если бы я был начинающим фотографом, то взял бы сейчас 750-ку за 1100 долларов и учился бы на ней. Прекрасная универсальная камера. Если бы я снимал и фото, и видео, то однозначно только Z6. Классный инструмент, хоть и со своими выборками. Итак, к чему мы приходим, по моему мнению. D780 будет прекрасной камерой для свадебщиков, семейных фотографов, энтузиастов-любителей. В общем, для всех-всех-всех. Классный универсальный инструмент по почти адекватной цене. Которая, я думаю, за годик немного подупадет и камеру будет еще приятнее покупать. Ну а как вы думаете, кому подойдет D780 больше всего? Пишите в комментариях. Ну а если хотите быть всегда в курсе последних фотоновостей и событий фотоиндустрии, то нажимайте сюда и смотрите наши фотоновости. Они выходят каждую неделю. А если хотите посмотреть еще что-то интересное на нашем канале, то жмите сюда. И не забываем лайкнуть видосик, подписаться на канал, ну и нажать на колокольчик. Всем пока!